Всем привет, с вами Графтин 22, и сегодня... Почему вы спрашиваете, почему я спрашиваю, когда GTA V выйдет на ПК? Да потому что я хочу тоже поиграть. У меня нет просто Xbox 360, и из-за этого я не играю в GTA V. Вот, я бы тоже снимал его, но сейчас у меня нету. GTA V на ПК, RS не выйдет, GTA V не будет. Почему? Вот скажите. Вход на ПК, максимум информации. Ладно, посмотрим, давайте. В мире видеоигр людей можно поделить на три категории. На тех, кто поиграл в GTA V на консоли, и на тех, кому на неё чихать с горы Чилиан, и на тех, кто томится и теряет по 500 волос в день в страхе, что она так и не выйдет. На самую популярную игровую платформу в мире не выйдет на ПК. Я отношусь к последним, и наверняка, раз ты смотришь это видео, то тоже непосредственно заинтересован в релизе на комп. Приставок у нас нет по разным причинам. В основном потому, что комп нам купили только для учёбы, а покупать что-то специально для того, чтобы дитя играло в жестокие видеоигры с тексом, наркотическими веществами и кровью, это явно бывает только в параллельных вселенных. Так что будем считать, что если ты смотришь этот видос, то тебе так же, как и мне, хочется до боли в печени узнать, когда же выйдет GTA V, или может просто удостовериться, что вообще её не будет. Уж лучше негативное знание, чем вечное ожидание, верно? Я собрал для сегодняшнего ролика довольно много объективных и... Короче, ну вообще какой-то китайец. Новости и системы требования. Давайте посмотрим. Ребят, всем привет. Сегодня хотим бы поговорить на тему GTA V, ДПК. Скорее всего, вы уже знаете о том, что её снова перенесли. Причём перенесли уже на 2 месяца. Сначала она должна была быть 27 января, но выйдет только 24 марта. Я уже видел много негативных капиталей в том, что его... Вот сколько можно переносить тогда и ДПК. Но опять-таки, ребят, давайте посмотрим на системные требования GTA V, на официальные системные требования. Давайте посмотрим внимательно. Windows 8 64-бит, Windows 8 64-бит, Windows 7 64-бит, Service Pack 1, Windows Vista 64-бит, Service Pack 2, процессор Intercore 2, Падёт КПЮ 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 КПТЮ 66.000 на частоте 2, икс это... Короче, вы сами прочитаете. Давайте посмотрим, у меня какое свойство. так у меня установка памяти 2 гб так сейчас посмотрим сколько у меня оценка у меня 5,5 тип системы 32 разрядная операция системы вот наверное у меня не пойдет это gta-5 ну давайте дальше посмотрим они очень низкие то есть они настолько минимальные что их уже нельзя было не сделать все это за счет чего за счет оптимизации чтобы добиться оптимизации нужно время вот и все вот вся причина переноса rockstar games пытаются сделать так чтобы gta-5 спустилась даже на самом слабом пк минимальные системы требований gta-5 это идут двухядерный 4 гигабайта оперативной памяти и 1 гигабайт видеополисы получается gta-5 пацаны если они сделают нас слабый то вы можете сделать я вам скину ссылку в описании если они сделают вот это предыдущие видео подписка социальной сети другие видео давайте продолжаем опять запуститься даже на самом слабом пк какой бы у вас пк слабый не был если вы купили три года назад в том случае это опять запуститься и все это будет реактивизация давайте вспомним совсем недавние хиты то же самое call of duty или assassin's creed а все они были с завышенными системными требованиями и когда вышли все начали говорить о том что вот там assassin's creed плагает у меня не спускается и тянет до этого опять такого не будет здесь решили заняться оптимизацией поэтому будем надеяться что никаких лаков и подвисаний в горе не будет даже на самом слабом железе поэтому это довольно веская причина дождаться все-таки релиз года опять подождать еще два месяца и не стоит ныть по этому поводу опять-таки все делается только для вас погодите давай посмотрим когда он 2015 год 14 января очень странно китайский мышки короче мы сегодня спрашиваем когда выйдет это опять на ткк но системы требования значит посмотрим про фореста наверное он еще снимает какие то видео так простите но мне не надо так смотрим так управление банков gta 5 онлайн gta 5 онлайн ограбление банка первая часть ну вот и все пацаны мы узнали почему когда выйдет вот 25 марте или май о через один месяц у меня выйдет потому что у меня сейчас сегодня 3 апреля через месяц или через три недели я пойду снимать и этот жестокий невосмущающий жестокий эллен что еще сказать мне а вы еще смотрели гасмазского котика у меня он есть в друзьях добавляйте его вот он мы с ним мы с ним это сообщаемся он на ноуте вы слышали как он ну короче тыкал по ноуту а вот это это я вот видите это я смотрите я хотел сальтуху сделать но я не смог паркур вот у меня просто другой этот короче ничего короче ладно всем спасибо за просмотр их с вами был он вот это еще снимал смотрите он меня взял это у меня было где то апрель 2015 и 22 февраля так настройки так отмена короче разборки у него еще есть но всяко такое всем спасибо до свидания